МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый месяц мы обсуждаем перспективы развития рынка труда с экспертами Министерства трудозанятости и миграционной политики и Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Кто отвечает за безопасность женщин на рабочем месте? Какие профессии запрещены для прекрасной половины человечества? Как в Самаре информируют женщин о вопросах безопасного труда? В нашей студии Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Дмитрий Владимирович, добрый вечер. Спасибо, что пришли в нашу студию. Добрый вечер. Ну и с чего бы хотелось начать? Вот есть такая легенда, я бы даже сказал такой миф, что у нас женщины и мужчины полностью равны в своих правах. В какой части? Женщины так долго боролись за свои права. Это знаменитое движение эмансипации. И мы постепенно привыкли к тому, что мужчины и женщины полностью равны. На практике, вот если юридически, какие трудовые ограничения на самом деле есть для женщин? Ну, надо сказать, что женщины действительно полностью равны в правах. Это достижение женщин действительно много добивались, и на настоящий момент им удалось этого достигнуть. Но вместе с тем работодателям нужно понимать, что помимо того, что женщина несет себе функцию работника, и зачастую работают ничуть не хуже, а иногда и лучше мужчин по некоторым профессиям. Такое бывает, да-да-да. Но что к ним нужно еще дополнительно понимать, что они еще несут в себе функцию материнства. А здоровье женщины в момент материнства, оно очень хрупкое. Поэтому работодателям нужно в обязательном порядке следить еще за тем, чтобы работа не оказывала негативного влияния на женщину. В принципе, работодателям рекомендуется женщин как бы ограждать от работ с вредными, опасными, условиями труда. Но уж такая роль у мужчин, что мужчины на себя, вот они чаще работают на таких работах. Это и работа на высоте, и подземные работы, и сварные работы, и многие другие. К этим работам мы женщинам ни в коем случае не допускаем. Есть, существует у нас с вами довольно значительное количество ограничений. Ну, в частности, это приказ Минтруда 512Н, в котором у нас перечисляются все профессии, на которых труд женщин у нас с вами ограничивается. Причем в данном случае некоторые профессии, а в данном документе у нас перечислено более, точнее 100, ровно 100 наименований профессий, на которых у нас с вами труд ограничивает. То бишь, часть из этих профессий, она у нас ограничивается в случае, если там присутствуют вредные или опасные факторы, то есть по результату специальной оценки условий труда. А часть профессии, это с пункта с 89 по 98, ну, там перечисляются довольно специфические работы. Ну, для примера, это водолазные работы. То есть нельзя? Нельзя ни в коем случае. Туда же мы отнесем работы пожарными. Ну, я ни разу не видел женщину пожарного. В пожарной охране она не работает, ну, в основном в своей массе это диспетчеры в том числе. Ну, и еще в подземных работах, это в колодцах. У нас даже в трудовом кодексе прописано, что женщине ни в коем случае нельзя привыкать на подземных работах, кроме отдельных случаев. Ну, такие случаи мы все с вами наблюдали. Это сидят дежурные по станции в метро. То есть женщины, которые работают под землей, не должны очень сильно физически интенсивно работать под землей. Это негативным образом сказывается на их состоянии здоровья. Вот. А также у нас с вами к среде исключающих факторов относятся работы, которые исключительно связаны с поднятием тяжестей. То есть женщин-грузчиков мы с вами тоже не увидим. Такие работы у нас тоже под запретом. Это не значит, что женщинам категорически нельзя поднимать ничего тяжелее листка бумаги или ручки. У нас есть ограничения. Женщинам можно поднимать единоразовое, то есть один раз в день, допустим. То есть это не постоянно связано с поднятием тяжести. То есть это до 15 килограмм. Если же эта работа у нас чередуется раз в два часа поднимаем тяжести, то это не более 10 килограмм. Если же в течение всей смены, то есть в течение всего рабочего дня, женщина может поднимать не более 7 килограмм. Такие у нас ограничения существуют. При этом следует понимать, что помимо гендерных ограничений у нас еще существует, опять по поднятию тяжести, это еще и возрастные ограничения. Подростки, в частности, у них организм менее развит, поэтому нормы поднятия тяжести у них будут еще значительно меньше. Опять-таки это все будет зависеть у нас с вами непосредственно от возраста подростка. То есть в зависимости от того, 14 лет девочки, 15, 16, 17, ну а с 18, вот уже которые нормы я перечислил. Есть у нас еще ограничения по беременным женщинам. Такое, самое прекрасное состояние, это, конечно, беременность, когда женщина расцветает, действительно, когда ждет она пополнение в семье, ждет она ребенка. У нас существует тоже ограничение при медицинских показаниях, то есть это не сама она придумала, а врачи действительно установили, что на состоянии здоровья женщины при определенном сроке беременности существуют определенные риски, которые работодателю в обязательном порядке надо учесть. Потому что, опять-таки, если женщина в таком состоянии что-то произойдет, то уже будет речь о расследовании как несчастный случай на производстве. Вот, поэтому всяческие работодатели мы призываем не игнорировать медицинские показания к работе женщин, поэтому они в обязательном порядке должны, собственно говоря, у нас все эти рекомендации соблюдаться со стороны работодателей. Так вот, если есть существует медицинские показания, то женщин мы должны перевести на так называемое, раньше было такое понятие, легкий труд. Да, 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 извините это выражение. Что такое легкий труд? Ну, мы будем исходить уже из того, что прописано у нас в медицинском заключении. В отдельных случаях это может быть сокращение рабочего времени, в других случаях это возможный перевод на другую работу. Ну, допустим, женщина там занималась, работала, допустим, уборщиком помещений. Мы должны понимать, что на определенном сроке беременности ну, явно ей будет тяжело и нагибаться, и ведра перемещаются. Значит, мы должны подумать, какую работу мы можем в таком случае женщину переместить. Тем более, что в данном случае, если существуют действительно такие профессии, такие работы, которые женщина может выполнять, ну, тут мы должны сами учитывать и квалификацию работника, и состояние здоровья работника, то в таком случае мы ее перемещаем на эту самую работу. Но при этом работодателям следует помнить, что за женщиной сохраняется средний заработок по ее основной профессии. То есть, если она, допустим, раньше до этого зарабатывала там 50 тысяч рублей, да, мы перевели ее на другую работу. На менее тяжелую, да. На менее тяжелую работу, но при всем при этом мы ограничивать ее в средствах мы не можем. То есть, ты должен, обязан платить ей те же самые деньги, которые до этого платил. Совершенно верно. Те же самые деньги мы будем платить. У нас это предусмотрено требованием Трудового кодекса. Да. Ну, кроме того, еще беременную женщину уволить у нас в принципе нельзя. Вот я хотел сказать. Дело в том, что здесь возникает вот определенный такой соблазн на каком-то этапе постараться ее выдавить. То есть, на самом деле, государство, власть достаточно жестко защищает, насколько я понимаю, женщин, да? Однозначно. Увольнение беременной, ну, это очень серьезный риск для работодателя, потому что государство старается всячески, ну, в меру, конечно, своих возможностей, всячески защитить даму. Особенно в состоянии беременности, когда ее и здоровье физическое, и психоэмоциональное находятся под большой угрозой. Поэтому уволить мы можем женщин только в одном случае, это при ликвидации организации. То есть, если организация, ну, уже негде будет работать. Целиком исчезает. Никакие ухищрения о том, что, там, выдумывать работодателю, там, есть замечания, там, и прочее, ну, это не самый лучший подход, потому что у нас с вами как раз глава 41-я дает четкое ограничение, что беременную можно уволить только в одном случае, если ликвидируется организация. Дисциплинарные меры, конечно, могут применяться работодателям в зависимости от, соответственно, обстоятельств будет разный, но об увольнении говорить, ну, будет явно лишнее. То есть, эти ухищрения не помогут? Эти ухищрения не помогут. У нас существует и, в том числе, и Государственная инспекция труда, которая стоит на защите прав, в том числе и женщин. У нас существует и прокуратура, в том числе и Министерство труда Самарской области. Ну, и, конечно, в органах местного самоуправления, ну, в частности, наше отдел охраны труда, мы окажем всяческую помощь по тому, как разъяснить права, разъяснить обязанности, в том числе работодателю, разъяснить права работнику. Это мы в обязательном порядке расскажем, поконсультируем, подскажем, куда обратиться, как правильно сформулировать заявление, в том числе в госинспекцию. Поэтому, да, мы ни в коем случае без защиты у нас не останутся, вот. Ну, и еще существуют такие ситуации, когда на место, на декретное, так скажем, место принимают нового работника. Известное выражение «декретное место», оно такое уже стало общим местом, да. Да, конечно, совершенно верно. Ну, в таком случае с работниками заключается срочный трудовой договор, ну, и после того, как у нас на это место выходят, если женщина забеременела, находясь на декретном рабочем месте, да. Да, вот, кстати. Такие случаи тоже бывают. Одна ушла в декрет, другая на этом месте заберемела. Да, конечно. Вот такое место-то бывает. Ну, почему? Такие случаи очень часто бывают, да. Поэтому в данном случае мы, после того, как работник основной выходит, мы должны нашему вот работнику, работающему по срочному трудовому договору, предложить абсолютно все вакантные места, которые у нас есть, которые соответствуют квалификации нашего работника. Если у нас есть хоть какое-то вакантное место, она имеет приоритетное право занять его по, соответственно, соглашается или не соглашается. Тут уже принимает решение сама работница. И мы, я сам как-то сталкиваюсь с такой ситуацией, что на одном декретном месте было три человека. То есть основная декретница, потом та, которая пришла, она тоже, и на ее место приняли еще одну работницу. Поэтому такие случаи тоже вполне себе могут быть. Не забываем также о том, что в случае, опять-таки, медицинских показаний по беременным, мы должны снизить им нормы выработки. Это в основном касается у нас работников рабочих профессий. Те, кто работает на производстве, те, кто работает на конвейере, мы должны понимать с вами о том, что это обсуждение абсолютно, конечно, здоровый, замечательный человек, но по физическим своим данным в настоящий момент они не могут полностью вот те нормы выполнять. Мы снижаем нормы выработки в данном случае, но зарплату мы им не снижаем. Зарплата должна оставаться на том же самом уровне. Вот что интересно и что как бы полезно понимать, у нас ведь вот существуют такие определенные мифы, помните, наверное, рекламу, что женщины шпалы носят, забивают. То есть на самом деле вот эта реклама, помните, она была одно время популярна, на самом деле это неправда. То есть женщины таскать шпалы и работать с кувалдой не должны. Это незаконно. Я правильно понимаю? Вот исходя из того, что вы сейчас рассказали. Ну, знаете, наверное, все это у нас исходит из классического у нас произведения, некрасовского, да, когда он у нас о женщинах описывал, что и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Вот мы нисколько не сомневаемся в способностях наших дам, но нужно, опять-таки, думать... Но по закону это нельзя. По закону это нельзя. Мы должны исходить из того, что, опять-таки, женщина, она будущая мать, которая обеспечивает наше общество пополнением, опять-таки, да. То есть, если мы заботимся о здоровье женщины, значит, и потомство будет здоровое, значит, и наши будущие сограждане, которые обеспечат безопасность нашей Родины, тоже будут здоровы и в безопасности находиться. Поэтому работодателю нужно понимать, что заботясь в настоящий момент о своих сотрудницах, создавая им необходимые условия труда, они заботятся и о своем будущем в том числе. Ну, а тем более, что у нас существует с вами еще и требования санитарного свойства, так скажем, есть САНПИН, санитарно-эпидемический требований к условиям труда. И там специально выделяются у нас с вами требования к рабочим местам, как и мужчин, так и женщин. И отдельный раздел у нас посвящен как раз труду беременных женщин. И в нем говорится, что беременные женщины могут у нас только работать в оптимальных или допустимых условиях труда на рабочем месте. Это по итогам такой процедуры, как специальная оценка условий труда, то есть на их рабочем месте не должно быть никакой вредности. Потому что все эти негативные факторы, а мы с вами понимаем, что работа на вредных условиях труда в обязательном порядке на здоровье человека сказывается. Это не просто так фигура речи, что вот мы на вредности поработаем, денежную компенсацию за работу во вредности получим, и все у нас будет замечательно. А потом на пенсии будем отдыхать. Да, ну, конечно, это все будет сказываться. Просто так это не проходит, да? Да, конечно же. Ну, у нас не просто так дается денежная компенсация со стороны работодателя. Нужно задуматься об этом, что ничто просто так не дается. Поэтому нужно принимать, соответственно, обдуманное решение, хотим мы там работать или нет. Беременным женщинам работать во вредных условиях труда запрещается категорически. Если труд обычной женщины у нас с вами имеет некое ограничение по степени вредности, то беременных сразу автоматически мы исключаем. Если по итогам спецоценки на том или ином рабочем месте была выявлена вредность, то с момента, как только ваша работница приносит вам справку о том, что она беременная, мы должны задуматься о том, что перевести ее на другую работу. Если таковой работы не оказывается, ну, значит, мы, соответственно, она будет отдыхать, а зарплату мы ей платить по среднему будем в обязательном порядке. Даже так? Ну, это простой считается, но простой. Не по вине работника, не по вине работодателя, он у нас будет оплачиваться по среднему. Потому что тут вины работника нет никакой, вины работодателя тоже нет. Оплата производится в любом случае. А дальше мы должны понимать, что то же самое норма, что мы их исключаем из любых работ, подразумевающих любое поднятие тяжестей, где у нас фигурирует поднятие тяжестей, та же самая работа уборщицы, дворника. В магазине, кстати, выкладка товаров от продавец, это традиционная история. Совершенно верно. На кассе говорят, что можно бы работать с беременным женщинам. Но здесь тоже есть интересный момент, потому что среди исключающих факторов это является инфракрасное излучение, то есть факт инфракрасного излучения. Ну, а насколько я понимаю, что вот, как раз кассовые аппараты, аппараты подсчитывающие коды, они очень велика вероятность, что как раз на инфракрасном излучении это у нас с вами и могут работать. Вот, поэтому везде, где у нас есть факт. Поэтому, соответственно, за кассу ее тоже сажать, наверное, не стоит. Ну, тут, конечно, решает работодатель, нужно посмотреть, какие это кассовые аппараты, что там есть, соответствуют ли они требованиям. Вот. И условиям труда. Также беременных нужно нас с вами отграждать от сквозняков, то есть на сквозняках тоже ни в коем случае работать. В условиях повышенной влажности мы тоже ни в коем случае не допускаем. Сюда же можем отнести работу, где существует вынужденная поза. То есть человек должен находиться постоянно в какой-нибудь позе. Ну, для примера, те же самые конвейеры. Когда люди сидят постоянно, они не встать, не могут там отручиться. Существуют у них небольшие технологические перерывы, только в течение которых они могут какие-то свои манипуляции в своих интересах производить. Вот. Дальше никакие работы, любые работы с какими-то взбудителями. Это инфекционные, все, что связано с инфекциями, паразитами, грибками. В том числе мы эти работы будем с вами исключать. Это различная работа в различных химических лабораториях, в том числе мы исключаем. Сюда же нужно задуматься опять, что у нас с паразитами тем же самым, с санитарной обработкой. Это опять-таки у нас уборщицы могут проводить, которая проводит санитарную обработку для того, чтобы как раз избавляться от причин этих самых инфекций, грибков в том числе. Вот. Не забываем также о том, что беременным крайне противопоказаны резкие изменения барометрического давления. Почему мы с вами вначале говорили о том, что под землей работать беременным нельзя. Да и в принципе потому что давление у нас меняется. Наверху оно одно. Спускаясь ту же самую на станцию метро, мы в обычном состоянии ощущаем, что что-то в нашем состоянии меняется. Да, это не только связано с температурой, но связано в том числе и с давлением. И так аналогичные ситуации мы можем с вами наблюдать, когда поднимаемся на скоростном лифте. У нас в том числе сказывает скоростное давление. Поэтому лифтеров, то есть это те, которые у нас в гостиницах, кабины лифта находятся, мы тоже в данном случае будем эти работы в том числе исключать. Ну и конечно не забываем о том, что если у нас работают люди разного пола, мужчины и женщины, значит мы должны предусмотреть достаточное количество санитарно-бытовых помещений. Это у нас и раздевалки должны быть. Если мы опять-таки прописываем, если касается этого работников рабочей профессии, что душевые, то соответственно это как минимум не одна, а две. Раздельные душевые у нас должны быть. Ну и то же самое касательно гардеробов. Тех работников, которые у нас по специфике своей деятельности должны носить спецодежду, они в обязательном порядке должны иметь гардероб. Ну и гардеробные, конечно, должны различаться. Для мужчин и для женщин, и в том числе требования санитарного законодательства, про что очень многие работодатели, к сожалению, забывают. Когда мы приходим к ним и говорим, есть у вас гардеробная? Да, есть. Вот она у нас одна. А как тогда будут раздеваться мужчины и женщины? Вот они об этом думают, к сожалению, не всегда. Кстати, такой вопрос. А на морозе можно работать беременным женщинам? Дворник, например? Дворник, опять-таки, у нас многое с вами решать будет фактор спецодежды. Ну, при всем при этом дворник. Что мы будем понимать с вами под дворником в зимний период? Да, то есть она должна поднимать тяжести будет. Та же самая лопата со снегом, она будет ее поднимать. А у нас с вами существует ограничение, что на работу с поднятием тяжести у нас, в принципе, они категорически запрещаются. Соответственно, работа запрещена. Да, совершенно верно. Хотя бы по этому факту она будет запрещена. Хотя многие, вот именно по температурному фактору, у нас многое, конечно, в настоящий момент решает спецодежда. Существуют такие образцы, которые, ну, практически нивелируют очень... Позволяют, да. Вот тогда интересно, кроме беременности, какие еще гарантии существуют для женщин? Потому что понятно, что здесь вот государство стоит очень жестко на защите, ну, и правильно, и справедливо. А еще какие-то гарантии существуют? Да, конечно. Если дама воспитывает маленького ребенка, то есть до полутора лет, в обязательном порядке мы таким дамам должны... Одна или неважная? Это не принципиально. То есть и семья полная? Да, и семья полная, да. Она имеет право по заявлению получить перерывы для кормления этого самого ребенка. Ну, это у нас идет еще, конечно, норма советских времен, когда с собой... И, наверное, это больше не предприятие касается, а когда люди работают, допустим, в селе, от рабочего места до дома недалеко, то есть может женщина быстренько сбегать, покормить ребенка, ну, и вернуться на свое рабочее место. Вот. Похожие ситуации у нас касательно... Мы про село аж начали говорить с вами, да. То есть у женщин, которые у нас работают в селе, то у нас предусмотрена сокращенная рабочая неделя, 36-часовая рабочая неделя. Ну, и, кроме того, по заявлению, она, каждая женщина, работающая в сельской местности, может в обязательном порядке потребовать у работодателя дополнительный день отдыха в месяц. Он будет не оплачиваться, единственное что. Ну, право такое она будет иметь в обязательном порядке. — Вот кто отвечает за безопасность женщин на рабочем месте? Это также, так сказать, кто и отвечает за безопасность мужчин или какая-то отдельная существует ответственность? — Здесь у нас отличие, может, к счастью, может, к несчастью. Нет никаких. У нас за все отвечает будет работодатель. Первое лицо. Он отвечает и за мужчин, и за женщин. — Первое лицо. То есть не кадровик, не специалист по безопасности, а именно директор. То есть его подпись и, если что, все вопросы к нему. — Совершенно верно. У нас существует с вами статья 214-го кодекса, называется «Обязанности работодателя». За все всегда отвечает первое лицо. Тот, кто является работодателем, тот, кто подписал трудовой договор, то есть самый главный человек. Он может делегировать отдельные обязанности, опять-таки, специалистов по охране труда, кадровому работнику, ну, в зависимости от того, на кого он возлагает те или иные обязанности. Но при всем при этом работодатель должен понимать, что с него эта ответственность не снимает. Больше того, даже если в вашей организации существует такой замечательный человек, как специалист по охране труда. — Или даже отдел целой охраны труда, если бы большая компания. — Да. Многие работодатели вообще воспринимают наличие специалиста по охране труда, это какой панацея. Как у нас есть универсальные средства подорожника. От всех болезней он спасет. Даже если у вас специалист по охране труда есть, даже если вы на него возлагаете максимальное количество обязанностей по охране труда, мы должны понимать, что в данном случае специалист по охране труда не будет являться должностным лицом, поскольку он не носит себе административных функций. Он не может принять решение об освобождении от работы, он не может принять решение о дополнительной закупке спецодежды или еще прочего. За все у нас будет отвечать руководитель, как первое лицо. Поэтому специалист по охране труда это вот такой винтик, смазанная шестеренка, который позволяет механизму организации работать более слаженно, правильно, эффективно, но при всем при этом он не панацея, который спасет от всего. Руководителю нужно понимать, руководителю нужно изучать свои обязанности, нормативные правые акты в области, в том числе охрану труда, санитарного законодательства, для того, чтобы понимать, за что он отвечает. Ну а фактор специалиста по охране труда, именно хорошего специалиста, который действительно грамотно выполняет свою работу, как раз является таким подспорьем, который предоставит работодателю полную информацию о том, что же у него происходит в организации. Особенно если организация очень большая, там от ста человек и больше, одному человеку, конечно, уследить за всеми работниками будет довольно сложно. Поэтому информация должна предоставляться максимально честная, правдивая, ну как, собственно, и в любой сфере нашей жизни. Ну и плюс он может организовать все, что необходимо, и должен, собственно говоря, организовать, чтобы это работало максимально безопасно и чтобы не было потом проблем. Однозначно. Чтобы потом, ну, в суде не оказаться, уж если вы знаете. Да, но тем более, что за нарушение у нас требований законодательства у нас предусмотрены довольно серьезные штрафные санкции. Это у нас статья 5.27.1, это касается нарушения требований именно охраны труда. То есть мы работника не обеспечили там спецодежды, обучениями, досмотрами и прочее. Мы их, тогда работодатели могут быть привлечены к ответственности. И штрафные санкции довольно большие. Это у нас до 80 тысяч на юридическое лицо. Сумма, ну, довольно-таки существенная у нас идет. Если же у нас работодатели нарушают требования, ну, вот в частности, мы должны ограничить труд женщины, да, но не ограничить, то есть это у нас не к охране труда напрямую, это больше к кадровым вещам относится, то это у нас штрафные санкции до 50 тысяч рублей. Хотя суммы, конечно, не совсем астрономические, но согласитесь, что довольно существенные для бюджета организации, тем более, когда экономические организации не настолько устойчивы. Вот такой вопрос. У нас в Самаре как информируют женщин о вопросах безопасного труда? Потому что, на самом деле, ну, у них огромное количество прав. Ну, совершенно верно. Мы в обязательном порядке ведем информационную работу. Для этого мы проводим и семинары разъяснительные. Семинары все проходят под эгидой администрации города Самары, все абсолютно бесплатные. Мы всех с нетерпением ждем на этих мероприятиях. Обычно у нас полные залы. Ну, чаще всего это аудитория, это специалисты по охране труда. Хотя в прошлом году я заметил, что у нас появились и представители еще общественности. То есть это люди, которые ведут различные информационные порталы, блоги, они тоже потом берут наши материалы и размещают в том числе у себя. Мы с глубокой благодарностью относимся, ни в коем случае не считаем, что это какое-то нарушение авторских прав. Мы, наоборот, всячески всем говорим. Если у вас есть возможность, то транслируйте наши материалы. У нас большое количество методических материалов по каждой тематике. Труд несовершеннолетних, труд инвалидов, отдельных категорий. Как правильно организовать те или иные мероприятия по охране труда. На все на это у нас есть специальные методические пособия, которые позволяют разобраться в тонкостях законодательства. Помимо всего прочего, у нас уже несколько лет функционируют различные социальные группы в социальных сетях. Ну, настоящий момент у нас это одноклассники, это контакт, где мы в том числе для всех абсолютно, для самого широкого круга лиц проводим в том числе разъяснительную работу. Размещаем туда последние новости, которые у нас выпускаются в этой области охрана труда и в том числе изменения под труду женщин, в том числе мы туда отдельно делаем хэштег. По хэштегу, в принципе, легко найти все, что этой темы касается. Не отстает от работы у нас и наш региональный Минтруд, они тоже проводят в том числе большую информационную работу. Ну и Государственная инспекция труда, как мы уже говорили, они стоят на страже интересов любых абсолютно трудящихся. Ну и напоследок, наверное, следует сказать, это то, что у нас периодически проводятся тематические мероприятия с общественными организациями, в том числе и наш региональный союз женщин. Мы тоже как-то проводили специальные мероприятия, направленные именно на информирование о труде женщин на их базе. Спасибо за интересную содержательную беседу. Я уверен, что трудовые права женщин у нас надежно защищены. Ну и я надеюсь, что это принесет свою пользу. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Берегите себя. До свидания.